Итак, я хочу начать это видео с заявления о том, что истинное уважение нужно заслужить. Если вам приходится убеждать людей и уважать вас, то вы не понимаете, как работает система взаимоотношений между людьми. Истинного уважения человек добивается с течением времени, когда люди видят, что вы живете в гармонии и соответствии с идеалами, которые вы и другие пропагандируете. Но представьте себе, что вы руководите командой, вы в должности лидера. Это ваш первый день в должности, и вы хотите начать работу сразу и эффективно. В сегодняшнем видео мы поговорим о том, как заставить себя уважать с первого же дня. В детстве я любил историю, любил биографии, и мне нравилось учиться на примере других. И одна из моих любимых цитат звучала так. Лучше промолчать, рискуя, что тебя сочтут дураком, чем открыть рот и развеять в этом все сомнения. В подростковом возрасте я считал себя интровертом. Мне нравилась эта цитата, потому что в ней говорится о том, что я очень хорошо умею делать. Войти в комнату и ничего не говорить другим людям, позволяя им принимать решения насчет себя, основываясь на визуальных сигналах, которые вы им показываете, но при этом не говорите ни слова. Если вы не будете ничего говорить, люди составят себе о вас мнение на основе того, что видят. И мы на этом канале просто затираем до дыр темы о важности стиля, подаче себя, своего образа, своей одежды, потому что первое, что видят люди, это как ваша одежда подходит вам, как вам идет цвет одежды, какой у вас стиль. У каждого есть свое представление об успехе. Мы все представляем себе, как выглядит пожарный, верно? И если такой пожарный войдет в комнату и скажет «все на выход», вы будете задавать ему лишние вопросы? Нет, вы полагаетесь на его авторитет, вы предполагаете, что этот парень знает, о чем говорит. А в «Эйди голый человек» в комнату мы все подумали бы «Ага, зовите полицию, этот парень спятил». Единственная разница здесь в том, как одеть человека, а не в том, что он говорит. И это очень важно, если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали как успешного человека. Одевайся как успешный человек. Для большей части мирового сообщества успешный мужчина одет в костюме или, по крайней мере, на нем качественный спортивный пиджак и, может быть, галстук, который хорошо сочетается с его нарядом. При всем при этом, вам совершенно не обязательно надевать галстук, вам не обязательно надевать костюм во многих ситуациях. Но вам нужно понять, что такое униформа, какой у нее образ. Нужно понимать, как вы можете надеть что-то, что будет производить хорошее впечатление в вашем обществе. Неважно, работаете ли вы в строительной компании или музыкантом, вам нужно понять, как одеваться, чтобы все сразу начали обсуждать «О боже, какой творческий подход у этого парня, какой у него стиль». Вы можете выбрать какие-то очки и сделать акцент на деталях, или рубашка уникальная, или то, как вы объединяете вещи в один образ. Люди считывают ту информацию, которую вы хотите поведать людям с помощью аксессуаров. Следующий совет – говорите то, что вам нужно сказать. Сразу к сути. Никаких пустых разговоров, особенно если окружающие могут почувствовать, что вы пытаетесь ходить вокруг да около, не добираясь до сути дела. Сразу говорите о главном, даже если это неприятно. Если же нужно войти с кем-то в конфронтацию, выяснить серьезный вопрос с сотрудником, сделайте это уважительно, желательно один на один, не в групповом режиме. Но если вы хотите кого-то похвалить, если вам нужно сказать что-то важное для всех, сразу же переходите к делу. Не валяйте дурака, не откладывайте, сразу хватайте быка за рога. И в связи с этим пунктом, если вы хотите вызывать уважение, задавайте вопросы. При этом не надо задавать вопросы, которые поставят людей сразу же в сложное положение. И не делайте этого при всех, если вы не очень хорошо знаете людей. Вам нужно показать в беседе, что лидер тут вы, и попросить человека подробнее раскрыть детали вопроса. Покажите людям, что вы действительно читали отчеты, которые они вам предоставили. Представьте, что вы первый день на работе в качестве их менеджера. Покажите сотрудникам, что вы глубоко разбираетесь в проблеме. По вашим вопросам они поймут, что вы отлично разбираетесь в логистике и в коммуникациях. У меня был командир, который просто великолепно умел себя поставить. И к нему было не подкопаться. Он досконально знал работу других, и те, например, офицеры снабжения или С-4, которые думали, что он мало что понимает в их работе, внезапно осознавали, что он прекрасно разбирается в вопросах снабжения, потому что сам в свое время работал в этой сфере. Да, он умел заставить всех танцевать вокруг себя. Да, прошу прощения за мою военную терминологию. С-4 это офицер снабжения. В морской пехоте С-1, С-2, С-3, С-4 и С-6. Я понятия не имею, почему у нас нет С-5. Да, немного новых знаний вы получили от меня сегодня. Следующий совет – поддерживайте тему разговора, особенно если вы в группе людей. Вы показываете другим, что вы ведете других за собой в разговоре, если вопросы, которые вы задаете, и самобеседа идет в нужном вам направлении. Знаете, как бывает, в разговоре вдруг кто-то завладевает вниманием других и поверхностно затрагивает разные темы. Поэтому в группе с осторожностью выбирайте спикеров. Вы можете сказать, да, это интересная тема, но давайте вернемся к предыдущей теме. Такая позиция показывает вас как человека, который держит бразды правления, который проявляет себя как лидер. Следующий совет – он очень важен в групповом разговоре. Вы не позволяете никому себя прерывать. Часто одни парни прерывают других, а также женщин. Спросите-ка у женщин из вашего круга, что они скажут. Когда мы, парни, бываем заволнованы, мы хотим вскочить и что-то сказать, и прерываем других. И это может быть привычкой, о которой мы даже не догадываемся. Тут фишка в чем. Если кто-то перебивает вас, он заставляет вас выглядеть слабым, как будто вы не главный на совещании. Так как же не позволить другим перехватить вашу инициативу? Лучшее, что можно сделать в этой ситуации – просто продолжить говорить, не обращая внимания на то, что вас перебивают. И не нужно при этом повышать голос, просто продолжайте говорить и скажите то, что хотели сказать. И этот другой человек либо осечется и замолчит, или продолжит говорить, и вы будете говорить одновременно. Если эта ситуация повторится, я думаю, что важно все прояснить. Нужно отвести этого человека в сторону, особенно если это происходит в рабочей обстановке, если этот человек работает на вас, и попросите его соблюдать этикет. И сделайте это один на один. Далее, владейте своим пространством. Сядьте расслабленно. Откиньтесь на спинку стула. Я не советую вам вторгаться в пространство других, но не бойтесь использовать свое пространство. Покажите, что вам комфортно, вы можете даже показать свою уязвимость, потому что вы здесь главный и вам решать, каким быть. Очень часто, когда люди нервничают и волнуются, они сидят в неудобной позе, и окружающие это мгновенно считывают и понимают, при том, что вы не сказали ни слова. Так что не бойтесь полностью завладеть своим пространством. Далее у нас сигналы, которые мы передаем руками. Жестикуляция. На протяжении этого видео я вовсю жестикулировал, это действительно важно, если вы интроверт. Если вы мало говорите, не бойтесь жестикулировать. У меня недавно был звонок по Зуму. Так вот, поднимайте руку вверх, если вам нужно что-то сказать. Не вытягивайте руку высоко, как будто просите разрешение, а просто приподнимите руку ладонью вверх. Так вы показываете другим, пожалуйста, потише, мне нужно сказать что-то важное. Я в любом случае собираюсь выступить, но когда я делаю этот жест, я показываю другим, ребята, мне есть что сказать. Так вы просите других замолчать. Попросить помолчать может прозвучать грубовато, а вот жест все объяснит без слов. А если атмосфера накалится, буквально люди начнут размахивать кулаками. Надеюсь, на работе такое случается не часто, но это может случиться. Может случиться в определенной среде, например, в строительных компаниях. Люди могут устать, у них может быть стресс. На такие вещи не надо реагировать. Но они будут наступать на вас, они будут орать, они будут говорить на совершенно другом уровне. А вам надо вести себя спокойно, показывая, что вы полностью контролируете ситуацию, что вы не поддаетесь на провокации. Вы просто смотрите на этих людей и взаимодействуете с ними на своем уровне. При этом не следует смотреть таким людям прямо в глаза. Это может привести к конфронтации. Чтобы сгладить конфликт, смотрите вниз. Вы можете смотреть в сторону, если хотите показать им, что да, вы видите, что эти люди охвачены эмоциями. Но вы сами не собираетесь принимать в этом участие. Вы показываете, что они не могут вовлечь вас в свою орбиту. Вы должны тратить свою энергию только на то, что считаете нужным. Используйте этот язык тела, показывающий другим, тут я лидер, и я, может быть, обращу внимание на вашу истерику, а может и нет. Все это сказано просто языком вашего тела, когда вы не реагируете на провокации и не попадаете на крючок. Чтобы избежать нарастания конфликта, одно из лучших решений в этой ситуации это дать другим понять, что вы уважаете их позицию, уважаете их должность. При этом вы не теряете уважение к окружающим. Вы говорите этим людям, что уважаете их позицию, понимаете их точку зрения. Возможно, их требования справедливы. Тогда эти люди чувствуют, что их поняли, что их уважают. И они начинают сами, в свою очередь, хотеть выслушать вас и вашу точку зрения. Вы должны собрать людей в одну команду. Если вы новичок, новый руководитель, вы отвечаете за людей, которых пока плохо знаете, и к вам в начале доверия не так велико. Но когда вы им покажете, что вы провели свои исследования, и вы изучили вопросы, вы уважаете сотрудников, и вы готовы выслушать их. Когда вы показываете, что вы открыты к обсуждению, вы создадите атмосферу доверия и уважения. Это создаст нужный эффект, даже если они с чем-то не согласны. Если вы не согласны с кем-то, это нормально. И вам совсем не надо извиняться за то, что вы с кем-то не согласны. Много людей попадает в эту ловушку, когда они говорят «Знаете, что именно?» «Извините, прошу прощения». Может быть, им кажется, что они говорили что-то, что задело другого человека, его чувства. Они извиняются, когда не должны этого делать. Я не имею в виду, что вы не должны извиняться за свою неправоту, если знаете, что ошибаетесь. Но если вы не ошибаетесь, если вы не согласны с человеком в каком-то вопросе, и чувствуете, что «Так, ребята, тут у нас кажутся сильные разногласия», за это извиняться не стоит. Вы очень четко доносите свою точку зрения. Вы показываете, что понимаете точку зрения другого человека. Но, может быть, другой человеку прям как осел, и не собирается выражать свое уважение вам. Но если вы разговариваете с группой людей, у которых адекватное поведение может быть не у всех, но все же большинство будет вас уважать. Следующий пункт кажется довольно нелогичным, но вы должны проявлять честность, когда чего-то не знаете, когда у вас есть какая-то слабость, когда вы потерпели неудачу. Дело в том, что, как я уже ранее говорил, люди отлично умеют распознавать какую-то чушь. Если вы попытаетесь обмануть людей ложной информацией, вы можете испортить с ними отношения, они перестанут вам доверять. Но если вы честно говорите, «Ребята, я не знаю ответа, у меня нет опыта в этой области, это мое слабое место». Например, «Да, вы знаете, у меня была проблема на прошлой работе в компании». Может быть, кто-то, так или иначе, люди узнали, поползли слухи. «Да, тот проект провалился». «Да, это так, и я ничего не могу с этим поделать». Мы многому научились на ошибках, но компания разорилась. При этом я не умалчиваю об этом и открыто говорю. Вы сами обезоруживаете других, и эту информацию уже не могут использовать против вас. Вы как будто уже обезвредили бомбу. Знаете, многие молодые лидеры и руководители пытаются казаться такими непогрешимыми, как будто им нельзя ошибаться. Они думают, что люди последуют за лидером только в том случае, если он знает ответы на все вопросы. Вполне нормально не знать ответов на все вопросы. Будьте честны и покажите, что вы тоже живой человек. Что ж, господа, какое видео порекомендовать вам следующим номером? Ну а как насчет того, как президент Зеленский дает в Украине мастер-класс по лидерству? Меня это вдохновляет, и я думаю, что многие могут многому научиться. Там есть разные детали. Я подробно рассказываю об этом в видео. Посмотрите его, ребята. Оставлю ссылку прямо здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok